Не, подождите, молодой человек, вы что? Подождите! Выйдите отсюда! Вы перешкоджаете руководство! Чему я перешкоджаю? И что? Мы проводим следственные действия! Подождите, на каком основании? Я провожу обыск, следственная группа, выйдите! Заходите! Выйдите! Вы кто? Вы с вами информация? Покажите, пожалуйста, свои посвящения. Я вам не обязан показывать свои посвящения. Нет, подождите, мы журналисты, мы вам представились, покажите документы, откуда я знаю, кто вы. А что я должен вам представлять? Потому что мы делаем, потому что мы на работе. Я еще раз повторяю, закончится обыск, вам все представят и ответят на ваши вопросы. Хорошо? Давай, давай. Представьтесь, пожалуйста. Я еще раз повторяю, выйдите туда и там вы будете снимать. Здесь, пока проводится обыск, вы не будете ничего делать. Но вы можете представиться? Я должна понимать... Я исполняющий обязанности прокурора города Южного. Фамилия моя Нечипаренко Владимир Валентинович. Вы услышали? Алена, спустись вниз, пожалуйста. Спасибо. Дайте мне мою сумку. Да. Я никогда не думала, что прокурор может выталкивать журналистов. Я вас не выталкиваю. Вы выталкивали. Вы выталкивали. Я хочу покинуть помещение. Когда проведем... За жаление, вы очень... Вы очень... Вы на беседе на каком основании вас не было на работе целый день лучше. Я была по своим служебным делам, уважаемый. Вы у меня что, спрашивали, где я была? Я спрашивала, сприняющие обязанности... Кого и что она вам сказала? Она не знает, где вы находитесь. У вас телефонное отключение. Что вы говорите? Покиньте помещение. Вы что, мне звонили? Покиньте помещение, пожалуйста. Вы... Я настаиваю на том, чтобы средства массовой информации присутствовали. Заходите. Настаивайте. Настаивайте. Покиньте помещение. Это не ваше личное помещение. Это мое рабочее место. Это не ваше личное место. Мое рабочее место. У меня есть санкция суда на проведение обыска. Ну и что? Кабинете у Ларисы Георгиевны на каком основании у вас есть? Какие у вас запросы документы должны здесь изъять? К моему конкурсу это не нового мнения не имеет. Вы лучше объясните прессе, откуда у вас в мэрии везде валяются георгиевские ленты. А я вам объясню, уважаемый. Ну не сейчас. Вот, объясните прессе. Она в допросе, когда вы его будете проводить. Вы прессе объясните, откуда у вас георгиевские ленты. И прессе объясню, не переживайте. Хорошо, покиньте помещение. Скажите, вы будете проводить обыск у Ларисы Георгиевны Шагиды в кабинете, укрыющей с правами. Да? Правильно мы понимаем? Обыск проводится в здании мэрии. Полностью в здании. Разнование определения суда, которое относится к Дельте Вильмар, к том, что Дельте Вильмар не заключила договор по его участию в Кирюльевске гурсоветов. Договор заключен, деньги заплачены до проверки КРУ. И в акте КРУ написано, что... Вы идите туда и давайте интервьюруемся. А если пропадут документы... Вы же на основании определения суда проводите обыск. На основании определения суда, почему вы выходите за рамки определения суда? Дельте Вильмар, мой кабинет, какое отношение имеет? Самое прямое. Вообще никакого. Там гурбические ленты имеют. Там журнические ленты имеют. Понимаете вы? Самое прямое. Самое прямое имеете вы и все работники мэрии. У меня не хранятся документы имеющие отношения... Если не хранятся... Ни входящих, ни без входящих, то что указано... По определению суда, только что касается Дельта Вильмар. Мы добровольны. Более того, написали по определению суда, что два раза у нас запрашивают эти документы. Во-первых, один документ. К нам эти документы не поступали с запросов. Написали, что нам обратились, и мы не ответили. Таких документов не было. На одно, на второе, которое рисовались, оно касается совсем другого дела, на которое обидали документы, а они написали в милицию и получили. Это вообще поддесовка. Я провожу обыск. Скажите, пожалуйста, можно вопрос? Отчет реформации своей информации. Одним можно пройти? Я начальник службы персоналов. Хорошо. И она хочет угадать? Почему? Одним перед этим информацией. Почему? Скажите, а какие средства массовой информации здесь были? Скажите, какие? Были, были. Какие? Вильных были. Вильных были оператором. Вильных были оператором. То есть М-новыны, да? И уже по всему корнету прошло, что в данной исполкованной не было конкуренто. Он же сам пришел в кабинет. Это неофициальное средство массовой информации. который снимает к протоколу обыста. У вас есть документы на это? Это представитель Дорозова, который заинтересован налицо. Да. Который с вами это говорил. Здесь сейчас начнутся комиссии. Вы пришли в город? Вы мешаете... Вы хотите город зарабатывать? Вы хотите город зарабатывать? Человек фиксирует. Я от политики вообще далеко. Я вообще имею ВТМ не назывался. Я правожу следственные действия. Но если вот эта белыми нитками щита, как предвыборная компания... Белыми нитками... ...дел ошибок? Да вы что? Вам же показали, что нет никакого... А почему вы кричите вообще? А вы чего кричите? Вам сколько лет? Я разговариваю нормально. А вам сколько лет? Ну я старшина. Мне 38. Вы что? Вы даже не могли ответить, почему у кирующей справы находятся две печатики. А вы можете ответить? А ваше какое дело? О, правильно. Ваше какое дело. Это телекомпания, видно, ваша, заангажирована... Да вы сейчас найдете еще... Так вы покажите городу. Пусть кирующие справами ответят две печати. Вы все увидите. Вам все расскажут. Вы по одному определенно ищите... А вот вы как найдете... Уважаемый, вот вы когда найдете оттиск второй печати, хоть на одном документе, тогда вы можете... А что он у вас делает в сейфе? А ваше какое дело? Мне вот интересно. Потому что я прокурор города. Исполняю обязательный прокурор города. Вот я вам не официально спросил. Так прокурор города вообще должен следить за адективностью. Следственные действия должны проводить в милиции. Прокурор должен смотреть, чтобы милиция не нарушалась. Вы все услышали, ребята. Мы вас пригласим, когда будет интервью. И мы вам все расскажем. А когда будет? Через пару часов. Хорошо. Я же вам сказал сегодня. Мы их пригласили. Вам все скажут. Вы устроили. Вы устроили. Я вообще с вами не разговариваю. Да понятно, что не разговаривают. Зачем это делать? Сейчас начнется комиссия. Нужно выдавать людям бюллинги. Мы прошли уже аккредитацию в комиссии. Да я понимаю. Послушайте меня. Послушайте. Вы не будете. Мы сделаем свою работу. Выйдем. Дадим вам интервью. Вы зададите вопросы. Хорошо? Мы вам на них ответим. На то, что мы можем, ответим. Но пусть вам человек ответит, откуда у нее две печати в сейфе лежат у нее. Мы ее спросим. Так вы с чего она не ответила вам? Ну мы спросим. Мы ее спросим. Но у вас между собой будет. Она не сказала, откуда у нее георгиевские ленты. Вам показать эти ленты? Покажите. Я вам выйду и покажу. Покажите. Вот дождитесь меня. Я выйду и вам покажу георгиевские ленты. Ну как причем? В четырех кабинетах они были. Есть такой рулон, который можно обмотать всю мэрию два раза. Георгиевская лента. Дай георгиевскую ленту. Мы обмотаем. Вот начальник юродела пусть расскажет вам. Да что вам расскажет? Причем здесь георгиевские ленты? Может вы еще что-то найдете? У вас конкретное было определение по Дельту Вильмару. Ну и что? Вы по Дельту Вильмару должны взять документы. Мы изымаем. Вы еще сертифицировали документы для этих милиций. Вы написали что были запросы. Мы вам их добровольно дали. Смотрите что вам плохо не стало. А то вы так нервничаете, что в вашем возрасте нервничать очень не хорошо. Ну давайте будем приходить на оскорбление. А я не оскорбляю. Разве я оскорбляю вас? Оскорбляйте? Вы меня пугаетесь, чтобы мне плохо стало. Да я не пугаю. Просто вы так нервничаете и кричите, что здесь бандиты пришли сюда. Оно примерно так. Да? Да, да, да. Примерно так. Ну вы запишите. Ребята, идемте. А здесь не было ничего. Ну мой юрий вам скажешь, что это не правда. Оно не снимается, оно фотографируется. Оно не попадет на телеканал к этому. Нет. Оно будет в рамках уголовного дела.